Это откуда-то к нам такого красивого дяденька замело? Или что, забыл? Нина Дорошина. После фильма «Любовь и голуби» к актрисе приходят всенародные любовь и признание. Но почему так поздно? Через 30 лет после дебюта в кино. Она, в общем, человек непростой. Это я могу сказать совершенно определенно непростой. Какую роль в судьбе Дорошиной сыграли мужчины? А мужчина должен улетать гордо, как орел. Ничего с собой, только крылья. У меня слезы пылились, и у нее тут же льются слезы, и она дальше со слезами на глазах. Он говорит, я в тюрьме был. Вот, говорит, Нинь Михайловна связал шаль. Вот сидит с этой шалью, значит, в тюрьме связал ей шаль. Правда ли, что роковая любовь к актрисе крушила судьбы ее поклонников? Это был достаточно трагический какой-то момент для Даля. За несколько дней до кончины Нина Дорошина раскроет свои главные тайны. Чем ей самой пришлось расплатиться за чужую любовь? Некоторые воспоминания очень тяжелые. Некоторые воспоминания очень тяжелые. Не все так гладко и не все так... 2004 год. Нина Дорошина на грани жизни и смерти. С тяжелейшим инфарктом она попадает в больницу Сергеева Посада. Меня с дачи на скорой помощи привезли сюда, в больницу, в Сергию Посадскую. Вот, привезли, когда я уже была без сознания, без всего. Мало кто верит тогда, что 70-летняя женщина сможет выжить после такого удара. Но врачи идут на риск. Тяжелейшая операция на сердце проходит успешно. Я считаю, что вот Бог вам помог, что это Бог помог, что вот в этих святых местах можно было только восстановиться после таких тяжелых жизненных перипетий. Извините. Врачи подарили Нине Дорошиной еще 14 лет жизни. В 70 лет после тяжелейшего инфаркта и операции на сердце актриса возвращается на сцену. В спектакль, который «Современник» ставит специально для Дорошиной. Ты хоть знаешь, как выживают московские артистки? Да что с тобой говорить? Были большие переживания, были всякие страсти, мордасти. Страдания обогащают душу. Ты меня любишь, Генни. Ты меня любишь. Ты меня любишь. Первый эшелон. Дебют в кино третьекурсницы Щукинского театрального училища Нины Дорошиной. Рассказ о первоцелинниках снимается в местах реальных событий. В ролях студенты столичных театральных вузов. Так, кто же еще идет по театральному? По театральному? Я. Кажется, я. Нелли Баниной из театрального училища. Горю желанием. На плену. Она, конечно, была красотка в юности. Безусловно. У нее была такая очень фигурка. Но я этого не застала, но я это знаю. У нее были красивейшие ноги. Насколько я знаю, что Людмила Иванова, ее ближайшая подруга, просто считала, что это самые красивые ноги Москвы. Мы справили две свадьбы. Там в экспедиции Изольда Извицкая вышла замуж за бредуна Эдика Таня Доронина, вышла замуж за Олега Басилашвили. Вот. Все это было так дружно, все было так весело. Многие из тогда никому неизвестных дебютантов вскоре станут суперзвездами отечественного кинематографа. Нина Дорошина в этот список попадет много позже, 30 лет спустя. Хотя уже первая роль, казалось, обещает начинающей актрисе успешную карьеру. Тот же первый эшелон, и все прелестно. Все прелестно, она очаровательна, она живая. И она, как правило, если вы обратили внимание, как правило, существует в фильме героиня, и существует вторая героиня Нины Дорошина, которая, как правило, ту первую героиню картонную делает живой. Она как бы вокруг нее создает такой вихрь жизни. Однако после удачного дебюта она готова отказаться от дальнейшей работы в кино. Ради театра, куда зовет партнер по съемкам в первом эшелоне, Олег Ефремов, будущий основатель «Современника». Курносарь, записывать? Да уж. Что уж? Записывать уж. Ну ладно уж. Он нам так много рассказывал о том, как он мечтает построить новый театр. Мы были уже все в курсе дела. И когда этот театр в 59-м году можно было уже набирать труппу, он меня пригласил. Юная Дорошина, завороженная Ефремовым, приходит в труппу «Современника». Публика сражена ролью принцессы в спектакле «Голый король» по пьесе Евгения Шварца. Театральные критики предвещают молодой актрисе большое будущее. Но коллеги замечают, что новенькую манят не только творческие побуждения. А я тоже хороша. Хожу рядом, живу рядом. А что у человека на душе вовремя не заметила? Ну, говорю, тебе сырость-то разводить. Ничего ты реальности. У Ефремова с Ниной были особенные отношения. И они были долгие, длинные. Ну и как режиссер, мы всем ему верили абсолютно. Это безоговорочно. Сам Ефремов – великий и неповторимый, влюбленную в него молодую актрису, замечает. Попутно, впрочем, не таит и других своих симпатий. Вот он делал спектакль, работал «Белоснежкой семь дномов». Он был в Люсе Крылову влюблен, которая играла «Белоснежку». Вот он делал «Чайку». Значит, он был в Настю Вертинскую влюблен. У него всегда это было связано с какими-то его эмоциями. А уж если женщина, да хорошенькая, да молоденькая. Полвека спустя Дорошина вспоминает давние переживания с легкой улыбкой. И только перед уходом откроет, как тяжело это было на самом деле. Когда родилась Настя, дочка Ефремова, и ее принесли знакомить с семьей, Нина Михайловна была в этот момент в их квартире. Ее попросили уйти, и она ушла там в дальние комнаты и слышала, как принесли младенца, как все там радовались. Вот она как-то смогла, она как-то смогла это пережить. Уязвленная Дорошина пытается перебить ревность другими увлечениями. Духами пахнет. Это грация. Куда же ее одевают? А вот сюда. На театральном сленге фанат – это сыр. Вот у нее был такой сыр. С самого начала почти что спектакля «Мурлин-мурлон». Абсолютно такой, знаете, человек. Но был он тогда, я не знаю, лет за 30, лет ему 35. То, что он смотрел несчетное количество раз этот спектакль – это абсолютно. Значит, дарил он ей. Он ей дарил цветы, он ей дарил конфеты, он ей подарил однажды курицу бройлера замороженного, причем в те времена, когда была какая-то голодовка. Он ей дарил шампанское, он ей дарил вино, он ей дарил кукол. Вот, это все вот он несся и ей дарил. Вот, причем мы видели, как бы он сошел. А потом, смотрите, значит, он на какой-то срок исчез. И его не было. Его не было на протяжении, там, лет четырех или пяти. Мы уже думаем, куда-то, как-то так говорим, говорят, Нина Михайловна, куда-то ваш поклонник, она говорит, да, сгинул бедняга, куда-то исчез. Вдруг мы выходим, он сидит на вахте, вот, а мы первые раньше у нее всегда переодеваемся, и он такой счастливый. Мы говорим, о, где же ты был? Он говорит, я в тюрьме был, вот, говорит, Нине Михайловне связал шаль. Вот, сидит с этой шалью, значит, в тюрьме связал ей шаль. Были и другие интриги. Александр Бурдонский вспоминает, как его сестра Надежда помогала подружке добиваться расположения одного известного кинорежиссера. Ну и что, что ты женатый? Ты поцелуешь, как представитель комитета. Они с Надькой как две дуры звонили, там еще... Две идиотки, Надька. Передайте, что Нина Дорошина умерла, и так далее. И потом они проверяли, как он будет реагировать. Ну, идиотки были, понимаете? Дорошина по-прежнему сверкает в роли принцессы в «Голом короле», но популярный у зрителя спектакль грозит большими неприятностями театру и его руководителю. Властям чудятся подозрительные намеки со сцены. В знак показательного недовольства Ефремова не зовут на правительственный прием в честь работников культуры, единственного из всех руководителей московских театров. По тем временам это очень дурной знак. Что это ты неважно выглядишь, Татьяна? Неприятности у тебя, да? Да нет, вот кажется, у тебя. Ах, у меня? Ну, это нормально. Мы люди подневольные. Спасает своего кумира Нина Дорошина. На том закрытом для Ефремова приеме в Кремле она ведет концерт мастеров искусств. Улучив момент, со слезами бросается к Анастасу Микояну, второму человеку во власти. И добивается своего. Театр и его руководитель помилованы. А вам кого нужно? А нет, что вы твой прав. Весь ансамбль с его художественным руководителем. Товарищи, начальник какой-то большой приехал. И это была такая, ну, настоящая истинная дружба и преданность. Ее было невероятно к нему. Голый король возвращается на основную сцену современника. Дорошина упивается ролью в паре с Владимиром Земляникиным. Тот играет влюбленного в принцессу свинопаса Генриха. Похоже, у сокурсников по театральному училищу разгорается роман не только на сцене. До тех пор, пока в эту историю не вмешивается Ефремов. С кем приехал-то? Да, один знакомый. Знакомый? Провожаете. Конечно, это был мужчина ее жизни. Почему-то ему очень была необходима Нина. Он мог жениться, он мог заводить романы, но все возвращалось к ней. И что-то он в ней от нее получал. Понимаете? Роль возлюбленного принцессы передается от Земляникина другому актеру. Только что пришедшему в современник Олегу Далю. Даля был очень талантлив. Он был очень тогда прям такой перспективный. Он ей подсунул Даля, чтобы для него главный был спектакль. А это такая вещь, понимаете, наша профессия. Вот это. Вступаешь в контакт с человеком на съемочной площадке или на театральной сцене, вроде ты играешь, а эмоции возникают натуральные, бамс, и получается ячейка. В тот же год начинаются съемки фильма «Первый троллейбус», куда приглашены Дорошина и Даль. Будущему герою советского кино тогда чуть за 20. И он влюблен в обворожительную Ниночку. И он очень любил Нину. Я просто свидетель этой любви. Он ее очень любил, боготворил буквально ее. Любила ли его Нина? Съемки первого троллейбуса проходят в Одессе. Лето, пляж, и вдруг поднявшаяся на море волна. Олег Даль, отдыхающий в актерской компании неподалеку, слышит крики о помощи. Юноша отважно бросается в морскую пучину и спасает незадачливую купальщицу. Уже на берегу узнает в ней ту самую Нину Дорошину. Девушку своей мечты. Дальше, как в сказке. Принцесса сражена подвигом своего рыцаря и влюбляется. Даль играл очень хорошо на гитаре. Мы все время каждый вечер нам там пел. Все время собирались люди. И все время это там так было весело, так хорошо жилось. Сны по кварталам бродят, Но идет рассвет Легкими шагами За тобою вслед Ну, как говорится, рано или поздно все кончается. Кирюшин, на какой день назначена свадьба? Вот я спрашиваю, на какой. Когда свадьба, Кирюшин? Вы говорите, я спрашиваю, когда? Своевременно или чуть позже. Свадьба у нас была 21 октября 1963 года, как сейчас. Дарошина на 7 лет старше жениха. Но молодоженов это не смущает. На свадьбу приглашен весь современник. А это вот я, когда выходила замуж за Олега Даля. Это моя свадебная фотография. Здесь мне 29 лет. На глазах сотни гостей разворачивается незабываемый спектакль. Невеста вдруг забывает о своем юном избраннике в угоду Олегу Ефремову. Даже садится к нему на колени. Все было очень весело, было невероятно красиво и так далее. Но шел все время диалог между Ниной и Ефремовной. Понимаете, это не мог не видеть Даль. Это не могли не видеть его родители, которые были перепуганы. И она всю жизнь эту пугала. Даль в бешенстве хлопает дверью. Гости веселятся дальше без жениха. А тот пропадает на неделю у друзей-собутыльников. Потом такие загулы будут повторяться все чаще. Испортят актерскую карьеру. И удорошенная она тоже складывается нелегко. С Далью какая-то несуразица. Но абсолютно я не помню этого брака. Помнишь, это был достаточно трагический какой-то момент для Даля. Вот, потому что Нина Михайловна любила-то не Даля. Очень скоро Даль поймет, что в жизни молодой жены он лишь тень другого Олега. А где же та, которую ты так любил? Она теперь твоя невеста. Сторона Даля к ней относится плохо. Считает, что она что-то порушила в его жизни. Но она его любила, она очень его любила. Каждый день она обязательно отдавала какую-то дань Олегу Николаевичу и Олегу Ивановичу. Она обязательно о них вспоминала. Причем не было такого, чтобы она вспоминала об Олеге Николаевиче, не вспомнив Олега Ивановича. Та недоигранная свадьба словно надломит судьбы всех героев любовного треугольника. Даль и Нина – это же, понимаете, два гения, в общем-то. И соединиться им очень трудно. Я не могу сказать, что это она сделала, как бы сказать, в пику Ефремову. Ничего подобного. Она себе это нафантазировала. А фантазия у нее беспредельная. Она нафантазировала, вот этот влюбленный в меня мальчик, не надо любить, пусть нас любят, знаете, все это такая чепуховина. У Олега она тоже была своя тайна. Он не мог не видеть. Ефремова, понимаете? 1970 год. Олег Ефремов неожиданно покидает современник. Волею высшего руководства он возглавляет художественный театр. И Нину зовет с собой. Но та, может быть, впервые, говорит ему – нет. Потому что это Ефремов Ефремов, ну, был театр, был коллектив, был родной дом, в котором я уже 15 лет отработала, перед тем, как ему уйти из театра, понимаете. И было туда вложено уже столько, чтобы вот так вот взять и за ним уйти. У меня такой мысли даже не было. Дорошина остается в родном современнике, ждет больших ролей, а их нет. Не может репертуарный театр, тем более такой, как современник, как бы работать на одну, даже гениальную артистку, такой, какой и является Дорошина. Скудность долгого простоя в театре не скрашивает и кино. За десятилетия 70-х только два эпизода. Поглядите. Узнаете? Это я в роли. Копия масла. Узнаете? Руку. Не, не мою, конечно. Руку художника. За всеми изгибами жизни и карьеры актрисы молча следит человек за кулисами. Осветитель театра «Современник» Владимир Тышков. Лучами театральных прожекторов он высвечивает сценические страсти. Так продолжается 20 лет. Он моложе был у меня на пять лет. Поэтому он меня много лет знал, как я работала актрисой в театре, знал все мои личные дела. Так что у него не могло быть ко мне никаких вопросов, потому что он все знал. И никогда ни о чем не спросил, и никогда на эту тему моей прошлой жизни. 20 лет Дорошина не замечает своего тайного воздыхателя, ожидая, пока ее отпустит другой. А он с первого дня клещ оказался. Как пился в меня. Куда не пойдешь, ни с кем не поговори, ни с кем не посмейся, ни с кем не потанцуй. Ну так ревнует, глупая. Значит, любит. Любит. Будто бы я не знаю, что любит. Только от его такой любви-то мне вон на стенку залезть охота. Он говорит, не могу я жениться на ней. Мы там с ним ночами сидели, говорили. Я говорю, ну почему ты не женишься? Ну я-то тоже лопуха. Я говорю, почему ты не женишься? Ты все равно без нее не можешь и так далее. Нет. Жена должна быть жена. Она там где-то должна быть, которая тебя не уронит в твою честь и так далее. Это же будет со всеми кокетничать. Такое его было представление. Хотя без нее не мог. Мучается в тисках этого треугольника и Олег Даль. Коллеги признают за ним талант большого актера. Но в театре тот почти не занят. Фильмы, в которых снимается, часто не выпускают в прокат. Он женится, разводится, снова женится. Будто никак не может выйти из роли второстепенного персонажа в истории чужой любви. Но вот у Нины Михайловны было свое Евангелие, в ее жизни. Вот эта вот священная история, вот эта ее любви к двум Олегам. Вечный покой, сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалось и падает, Есть только миг, ослепительный миг. В марте 1981 года приходит оглушительная весть из Киева. Там в гостиничном номере обнаружено тело Олега Даля. 40-летний актер приезжает на кинопробы, но на площадке так и не появляется. А перед отъездом из Москвы вдруг навещает Дорошину. Как будто заранее знает о скорой гибели. Она абсолютно уверена, что он приезжал прощаться. Она мне рассказывала их диалог. Она абсолютно была уверена, что Даль покончил с собой. Она миллион раз мне говорила, учти, Даль покончил с собой. Я не очень в это верю, конечно. Я ей говорю, Нина Михайловна, ну зачем он в Киев-то поехал? Она говорит, специально, чтобы это не случилось здесь. После ухода Даля с Дорошиной будто спадают какие-то многолетние оковы. Может быть, вины за прошлое, актриса, наконец, отвечает на 20-летнее ухаживание Владимира Тышкова. Я знала, что здесь меня не продадут, меня не предадут, что здесь мне может быть только хорошо. И мне хотелось бы, чтобы ему было очень хорошо. И это замужество занимает свое знаковое место в череде событий, круто развернувших жизнь актрисы. Он готовил, он все покупал. Он был гурман. Просто хрен какой-то мужчина, который умеет. Ну вот он умеет, и очень здорово это делал, красиво, умел накрыть стол. Я, в общем, была в диком восторге. У меня никаких не было забот о красоте дома и о каких-то вот таких вещах. У Дорошиной как будто все начинается заново. Она, наконец, получает новую роль в театре. Надя Кузякиной в спектакле «Любовь и голуби». Правда, столичными театралами он принимается снисходительно прохладно. Спектакль не был модным, спектакль не был раскрученным. Спектакль не был принят продвинутой интеллигенцией, которая привыкла в этом театре смотреть социально значимые какие-то зрелища. Спектакль «Современника» приносит уже известному кинорежиссеру идею нового фильма. Меньшов уверен, роль Надежды Кузякиной сыграет только Дорошина. Смотри там, на курортах-то. Счастливо оставаться! Меньшов, когда посмотрел спектакль, он посмотрел на спектакль как, и он мне потрясающе говорит, я ничего не могу с собой поделать. Я смотрю на спектакль, смотрю на Нину, игру на дорожную, я начинаю плакать об этом, и тут же начинаю хохотать истерично. А там опять на меня, опять спазм, опять... Я говорю, и слезы, и радость, слезы. И я говорю, я тогда уже сказал, все, я сниму эту картину и сделаю. Владимир Меньшов собирает на съемочной площадке блистательную актерскую команду. Почему же в этой яркой компании особо бурный успех выпадает на долю Дорошиной? Может быть, от того, что в других персонажах зрители видят прежде всего любимых артистов? Вот Людмила Гурченко в роли Раиса Разлучницы. А дядя Митя – это Сергей Ёрский. Александр Михайлов тоже помнится по предыдущим работам в кино. И среди них – Надежда Кузякина. Не всенародно известная актриса, просто Надька. От говора до походки понятная и своя. Куда ты рецептку дел, а? Ты что ж такой бессовестный-то, а? Ну, есть и голубей купил. Захлестнул. Вместе с голубами захлестнул паразита. Ну, ты что, лестницу сломаешь? Я тебе сейчас серебра перломаю. Зимой 1985 года фильм готов к прокату. Но киношное начальство картины недовольно. И выпускает ее ограниченным тиражом. Якобы режиссер превратно показывает жизнь советского народа. Конфликт носил такой принципиальный характер тогда. Я был приказом по Мосфильму, отстранен от фильма. И назначен был другой режиссер уже на доработку фильма. Однако, вопреки всем прогнозам, лента пользуется большим успехом в прокате. А к исполнительнице одной из главных ролей – Нине Дорошиной – вмиг и надолго приходит всенародная слава. Ой, что делается? Людка! А, Людка, что? Глянь, что делается? Мне вслед кричат – Людка, а, Людка! Вот, ну так, доброжелательно кричат. Ну, больше всего, значит, я думаю, надо же, неужели же из всего фильма запомнилась вот эта вот моя, так сказать, реплика. Вот, после этого фильма, так вообще проходу нет. У фильма, в отличие от одноименного спектакля, иной зритель. Неизбалованный узкий круг столичных театралов. А вот такие же, как на экране, люди. Для которых переживания, вроде бы вымышленных героев, самые настоящие, как в жизни. А можно у вас взять автограф? Знаете, мы только приехали из Красноярска. Из Хакасии. Из Хакасии. Идем мимо, и вас узнали. Мы вашу фильм очень любим. Посмотрели. Пожалуйста, у нас нет ручки, можно помать? Да. Любовь и голуби мы обожаем. Пожалуйста. Маргарите память о встрече на старом Арбате Дорошина. Очень приятно, девочки. Она шла на улице, ее узнавали, здоровались с ней, но она никогда не кичилась, она никогда не шла, посмотрите на меня, вот я Нина Дорошина. Нет, боже, сохрани в своем платочке, в своих этих самых, и пешочком она, идущая домой, Нина Дорошина, которая уникальная артистка. Оказалось, чтобы стать своей для миллионов людей, приходится отстрадать собственную судьбу. Работали, жили, а беда-то наон, как собака за воротами ходила, а знать не беда это была, когда вон, как мне все показало. Безусловно, она прошла просто через горнило, через какой-то, вот, через адские муки, и она смогла это пережить, она смогла это, ну, она это трансформировала в актерство. Вот даже когда я смотрю «Любовь и голуби», да, когда она вот на эту героиню Гурченко смотрит, и как она на нее реагирует, это же понятно, чем она играет, какими страшными страстями. Ой, какой горе-то! Он че ж, Лешка? Как ему не стыдно, боросенку! Традиционную презентацию в столичном доме кино Дорошина пропускает из-за театральных гастролей в Мурманске. Там и проходит ее персональная премьера. И я решила потихонечку посмотреть, как, значит, зрители принимают фильм. Мне было интересно, я еще не видела. Ну, вот. Я подошла к кинотеатру, мне сказали, что билеты все проданы, нет билетов никаких. Разумеется, меня никто не узнал, и знать меня не знали. Вы, говорит, постойте здесь, поотрывайте пока билеты. А я, говорит, пойду поищу для вас стульчик. Пока я отрывала билеты, все мимо меня проходили, никакого внимания, разумеется. Ну, вот. И поставили мне стульчик. Вот. А когда, так сказать, картина закончилась, я думала, что я как-то тихонечко смогу выбраться. А здесь уже выбраться мне не удалось. Тут узнали, тут администратор прибежал. Не знаю уж, каким образом, что и чего. Вот. Меня схватили, как говорится, за зебры. Вот. И сказали, вот, покланяйтесь, вот, зрители, вас первый раз, там, кино. Разве я думала раньше, что ты вот так раз, и куда это вдруг денешься? Никогда не думала. А теперь вот про все думаю. Про войну, про капиталистов этих проклятых. Она очень от многого отказалась, и от многих фильмов, и так далее. И, может быть, правильно сделала. И вот было ее такое триумфальное, считаю, возвращение в «Любовь и голуби», куда, когда она вернулась, просто великой артисткой. Просто великой артисткой, которую в мгновение полюбили все. От высоколобых людей до самых простых, и так далее. Казалось, судьба, наконец-то, отблагодарила актрису за все страдания. И впереди только слава, да восторженные зрительские аплодисменты. Однако после триумфа в фильме «Любовь и голуби» Дорошина столь же значимых ролей в кино не получает. От других отказывается. Не верю, чтобы Дорошина не предлагали роль там в каких-то сериалах. Предлагали, и думаю, много предлагали. Но она себе не позволяет, понимаете. Вот предложите ей завтра такую роль, как «Любовь и голуби», она согласится и сделает это блестяще. И это, безусловно, тоже дорогого стоит. Щукинское театральное училище. Здесь когда-то Нина Дорошина получает первые уроки актерского мастерства. Потом в трудные годы простоев приходит преподавать сама, словно догоняя несыгранное. Она показывает, как надо играть. Она плакала, она падала на колени, она делала все возможное. То есть она играла по-настоящему, показывая студенты, как нужно играть эту роль. К сожалению, я никогда не общался с ней, как с педагогом. Но знаю, видел ее учеников, и знаю, как они работают. Понимаете? Но когда мы, скажем, вот здесь, в этом зале, репетировали Мурлин Мурло, то она как бы своим включением сразу задает определенный тон. И ты уже не будешь так немножко читать под себя, как будто бы разминаясь. Дорошина – это, на мой взгляд, конечно же, не просто, скажем, актриса с таким огромным стажем, с такими успехами, с такими заслугами. Дорошина – это в нашей профессии, безусловно, явление. Я всегда ходила на каблуках. Даже когда мы последний раз с ней выбирались в Чукинское училище, я помню, я за ней приехала, было ужасно смешно то, что она была одета в черный костюм брючный, я была одета в черный брючный костюм, но она была на каблуках. А ей было уже за 80. Я говорю, Нина Михайловна, на каблуках, как вам удается? Я уже, говорю, в 50 лет не хожу на каблуках. Он говорит, я еще могу. Дорошина увлечена новым делом. Кто же знал тогда, что и здесь судьба готовит ей сцену для нового трагического эпизода, где придется сказать последнее «нет» Олегу Ефремову. Он ей позвонил и попросил прийти. Ну, попрощаться, ну, что он, видимо, очень плохо себя чувствовал. А она не могла прийти к нему, потому что у нее был показ студентов в Амхат имени Горького к Дорониной. И вот идет этот показ в Амхате, они сидят с Дорониной, детей смотрят, вдруг Доронину вызывают в фойе. Там ей сообщают о том, что умер Ефремов. Она возвращается к ней и говорит ей об этом. Умер Ефремов. Она к нему не пришла. Она всю жизнь его любила. Вот это... Для Нины Дорошиной начинается время последних потерь. Давно нет Олега Даля. Уходит Олег Ефремов. А вскоре умирает и Владимир Тышков. Последний мужчина ее жизни. Видите, какой уже был больной, тяжело больной. Это его последняя фотография предсмертная. На паспорт он делал фотографию. И после этого он умер. Он утром пошел на рынок и шел с двумя тяжелейшими сумками. С рынка. Шел с тяжелейшими сумками. Пришел и говорит, Нин, я сейчас так оступился на тротуаре. Говорит, с этими сумками. Я, говорит, оступился, но не упал. И у меня, говорит, внутри как будто бы что-то разорвалось. Говорит, что-то как будто лопнуло. Говорит, так что-то я плохо себя чувствую и прилягу. Я ему вечером вызвала скорую помощь. И у него в пищеводе случился разрыв. Венозную. Ну, в общем, вены в пищеводе. И уже это остановить не могли. И его увезли. Вечером, утром он сходил на рынок. Вечером его увезли. И через два дня его не было. Через 10 дней после похорон мужа и сама Дорошина с тяжелейшим инфарктом попадает в больницу Сергеева Посада. Вопреки всему, вынесет рискованную операцию. И вновь вернется на сцену. Доиграть. До сказать. До страдать. Замолчи! Я артистка! Я выхожу к гостям! Дорогие мои! Я желаю вам счастья! Как только выходишь на сцену... Забывайся. Представляете, когда зрительный зал и ты выходишь с какой-то своей болячкой, да? Этой болячки как не бывало. Только ушел за кулисы, кончил спектакль. Это все возникает. К сожалению. Это все вдруг обратно возникает. Что за сила такая, скажите? За что такие муки всю жизнь? Я прожила в страхе, потому что артистка и от всех зависит. Когда я вот начала ставить этот спектакль и предложила ей ряд таких сложнейших физических упражнений, понимаете, чуть не кувыркаться, то сначала я каждую репетицию... У меня у самой было вообще преданфартное состояние. Что с ней будет, да. Еще в Москве у нас есть Чикаго, Чикаго. Я там тоже пою и танцую. Есть еще Нью-Йорк. Вчера Нью-Йорк. И я там тоже могу предъявить свое портфолио. Она это все делала с такой отдачей, понимаете, что абсолютно забывала ли о том, что... Надо подумать, сколько ей лет вообще. Сможет она перекувырнуться так или иначе. Сможет она в воздухе такое ногами творить, что она делает. И все это она не просто смогла. Я не... Просто я... Я вот преклоняюсь перед ней. Этот спектакль проживет на сцене современника 9 лет. До 21 апреля 2018 года. В тот день не станет Нина Дорошиной. И окажется, что заменить эту актрису некому и незачем. И не только в этой роли. И не только на сцене. Как будто она искала там что-то несостоявшееся в жизни. А последний наш с ней телефонный разговор был... В общем, последнее, что я слышала от нее, это был заливистый смех. Она хохотала невероятно. Да, я безумная эмоциональная женщина. Я очень много чего могу. Лучше об этом не спрашивать. Как мы поем, как перед смертью, Как будто бы в последний раз. Но мы-то знаем, что это не в последний раз. Потому что мы и вправду без веры. Нина Дорошина проживет 83 года. И уйдет, оставив нас с чем-то все еще недосказанным. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok